Господа, я хочу немножко вернуть вас к теме Украины, да более-более так центрально. Вы, Александр Тимович, не раз говорили, в том числе и в интервью Шихман, что именно вы попросили Романа Абрамовича быть посредником. Точнее, вас попросили из Офиса Президента, чтобы Роман Абрамович был посредником. И после того, что неудачно произошло в Стамбуле, после того, как переговоры окончательно не завершились, далее пошла совершенно иная ситуация. И Роман Абрамович сейчас помогает, как вы говорили, неоднократно с возвращением украинских военнопленных. Когда мы говорили с вами об образах войны, вот мой образ войны — это вот идущий этот мальчик, не знаю, сколько ему было лет, пять или шесть, без бабушки, без дедушки, без мамы, без папы, который переходил границу Украины с другим государством, на руке у него что-то было написано, и он шёл непонятно каким родственникам. Я бы для себя это очень хорошо запомнил. Поэтому мой вопрос следующий. Мы видим обмен военнопленными. Он происходит с определённой периодичностью. Много ли, мало ли передают, да, но передают. А 20 тысяч украинских детей, которых он украл, он передаёт очень редко и в маленьких количествах. Пять человек, пять деток, 11 деток, недавно, по-моему, передал, да? В чём проблема? Потому что мне представляется, что для него украинские дети сродни ядерному оружию. Такой же козырь в его руках. Путинских я имею в виду. Почему вот такой процесс медленный? В чём проблема там? Ну, смотрите, вы связали вещи несвязуемые. Первое, ну как бы начало войны. Я не столько сам рассказывал, сколько я признал то, что было написано в международных прессе. Было бы глупо отрицать. Да, я, так сказать, представил по просьбе украинского руководства им одного из важных российских бизнесменов, который был готов в силу человеческих качеств и прочего, своих, ну как бы, мотиваций быть в помощь. И он старался. Дальше я не комментирую, я не участник никаких переговоров, и, соответственно, мне нечего здесь говорить. Что касательно обменов и прочего, и участия Романа, то об этом говорил Арахамия и кто угодно из крупнейших украинских политиков. Поэтому, ну как бы, это очевидные вещи. То, что вы спрашиваете, почему он так тяжело отдаёт детей. Да потому что они иначе мир видят. И это даже не о том, что они людоеды. Ну, как бы, после ситуации с Навальным, как бы, понятно, что там очень много просто людоедов. Ну, что сейчас разговаривать о людях, которые, как бы, едят человечину. Ну, это смешно. Но, помимо этого, они видят мир иначе. Для них же это не шутка. Слушайте, один народ, их дети, они вот спасают детей. Вы не представляете, я сталкивался с людьми, которые на полном серьёзе меня убеждали, как они спасали мирный Мариуполь и мариупольских детей, и как много у них вокруг знакомых, которые сбежали от украинских нацистов в России, и которые рассказывают, как с ними поступали нехорошо, и как они там пригрели и прочее. Им это нужно для того, чтобы соблюдать эту часть их, если хотите, картины мира. Потому что это же секта. Это такая, как бы, религиозная секта, в которой есть своя система ценностей, верований. И часть – это, ну, как бы, ключевая такая платформа, что ли, для того, чтобы это верование объединяло многие миллионы людей. Они же не плохие люди, они, ну, нормальные люди, как обычно. Но ничего отличающегося в них от других там нет. Они должны верить в то, что они творят добро. Понимаете? Поэтому они спасают детей. Вот же в чем все весь ужас. Они себя и других обманывают. Они украли украинских детей, рассказывают, что их спасают от каких-нибудь нацистов, и они несчастные, продлые. Кроме того, ну, там действительно дети несчастные. Их там отправляют в какие-то больницы. Ну, то есть, в конкретных ситуациях кто-то кому-то помогает. Я помню, я был как раз в ситуации, когда Роман вывозил каких-то детей и родителей, дедушек и бабушек, которых из России возвращали, и действительно нашли в каких-то больницах. Там у мальчика ногу оторвал взрыв, и его там где-то лечили, его увидели по русскому телевидению, сюжет кто-то из родственников Германии, единственная оставшаяся в живых бабушка, которая жила не в Мариуполе, ребёнок был мариупольский, она, так сказать, ехала, и Роман её привёз там в Польшу, откуда туда привезли мальчика из России, и они встретились и так далее. Это вот такие истории есть, но базовые, это каждый раз нужно эти 20 тысяч историй построить, вернуть, а они не хотят, они смотрят на мир, как на... У них такая своя собственная картина мира. Вот и всё. Это от Крэнга... Вы тоже не, как это сказать, не стоит видеть в них каждый раз вот такую вот людоедскую историю. Путин получил свой ордер на, так сказать, арест от международного суда в Гаге по поводу как раз детей. Он же и Львова Белова именно за это получили. А остальные, ну, им дут, они видят несчастных детей, которые без родителей, и так далее. В общем, они себе там что-то напридумывали, то, что позволяет им спокойно спать. А спят они спокойно. А вот к вопросу о настроениях людей в России. Вот вы отлично знаете многих, не только Романа Абрамовича, знаете многих людей, которые входили в высокие круги российской элиты. Иногда говорят о том, что, послушайте, они ждут, не дождутся, когда, наконец, отец Путин помрёт. И вот как только он помрёт, они все вздохнут с облегчением и тут же закончат войну, выведут войска и договорятся о каком-то прочном мире с Украиной. Вы в это верите? Зная вот этих людей лично. Ну, слушайте, Путин, безусловно, это же вопрос о том, до какой степени Путин репрезентирует российское общество. Вот-вот. Он же об этом. Ну, конечно, он является его общество выдвиженцем. Он, конечно, первый из многих. Он не... Единственное, это не такая вот инопланетная сущность, которая была заброшена в прелестную страну и вдруг неожиданно захватила там власть. Это не Гудвин страшный и ужасный в стране ООЗ, понимаете? Нет. Он, конечно, часть российского общества. Но он часть российского общества. Он не всё российское общество. Там разные люди живут и разные сегменты общества. Да, на сегодняшний день власть в руках силовиков. Ну, просто силовиков. Силовой сегмент контролирует полностью страну. Дальше. Я как раз вот сегодня с моим близким товарищем или коллегой разговаривал и говорил, вот если бы эти бараны не были бы людоедами, потому что они людоеды, они пожирают собственных людей, если бы они, например, были просто консерваторами, консерваторами, которые бы дали экономические свободы буржуа, малому и среднему бизнесу, то они бы, безусловно, были бы поняты и приняты очень многими консервативными сообществами по всему миру. Но они людоеды. Они сажают, репрессируют, убивают, пытают за слова, за постики, за выход на улицу, за проявление несогласия, за инакомыслие. Это даже не… Они в своём движении обратно в советские времена лихо проехали остановку брежневские времена. Они даже не на уровне брежневских времён. А где-то там в позднем Сталине, ещё не в 30-е, но в позднем Сталине, где-то, когда уже репрессии были ещё уже скорее избирательные. А до массовых дел не дошло. А избирательные, ну вот за два последних года 20 тысяч задержаний, 900 уголовных дел, 267 уже сидит. Ну то есть, типа, на 140 миллионов немного, но это же реально те, кто не побоялся. Именно против войны, именно по военным поводу. Мало это или много? Не знаю, но немало. Это же люди понимают, что получают дикие сроки. По 20, по 25 лет, по кто там, 10 это повезло. Это же совершенно людоедские сроки. Поэтому я к чему это говорю? Это всё зависит от вечной борьбы внутри России, разных сегментов общества. Как это и было всегда. То есть, для того, чтобы, если погибнет Путин, если его не станет, в силу каких-то обстоятельств, то возникнет возможность политической конкуренции, политического клэша. То есть, немедленно ничего не случится. Но какой-нибудь, условно, новый Хрущёв изнутри власти, который будет частью, такой же кровавый клоун, как и все остальные, при Сталине был, между прочим, и требовал постоянно повышать ему разнарядки на количество расстрелянных по Москве, в эту секунду он оказался сторонником тем, условно говоря, либеральных сил внутри партии и произнёс речь на 20-м съезде о развенчании культа личности. То же самое может появиться неожиданный какой-то персонаж или ожиданный, я не знаю, и произнести какие-то свои слова, и это окажется востребованным внутри правящей элиты. Мне кажется, вот это приведёт. Это не будет моментальным подписанием мирных соглашений или выводом войск, но возникнет какая-то внутренняя российская ситуация, которая потребует, ну, скажем, разрешения внутри Кремля. На мой взгляд, мне кажется, так. Потому что это, конечно, не только Путин, у Путина есть псевдонимы сегодня, это Патрушев, Сечин, там вот люди силового сегмента, которые, ну, безусловно, сторонники жёстких решений. Мы толком не знаем, никогда не выступал публично Юрий Ковальчук, который, как бы, очень близок и без сомнения, как многие говорят всегда эксперты, оказывает влияние, что он полагает важными, что он считает. Ну, вот смотрите сами, ситуация с Навальным. Тело взяли и отдали сегодня. А вот, это значит, кто-то всё-таки зашёл и сказал, ну, ребят, ну, как бы, давайте не будем создавать на ровном месте ещё один конфликт, давайте всё-таки отдадим. Значит, кто-то это есть, кто такие... Ну, вот мы хотим, кстати, об этом поговорить с вами. Но, кстати, перед тем, как мы поговорим, друзья, обязательно подписывайтесь на все наши YouTube-площадки, Дмитрий Гордон, гостях у Гордона, YouTube-канал Евгений Киселёв, YouTube-канал Олеся Бацман, ну, и, конечно же, на Instagram Александра Роднянска. Тело маме отдали. Вообще, когда я на всю эту ситуацию смотрел на протяжении всего этого времени, вот, знаете, есть такая книга у Александра Баунова «Конец режима». Конец режима. Конец режима, да. И вот он предварял эту книгу вот цитатой, да, вот моей, точнее, словами «Моей маме жительницы мира в закрытой системе». Как-то так это звучало. Когда я на это всё смотрел, мне хотелось перефразировать. Маме, да, вот конкретно Алексея Навального, жительницы мира фашистской, террористической системе. Но, тем не менее, тело отдали. Во-первых, каковы были ваши ощущения, когда вот на это всё смотрели, да, и когда в конечном счёте это случилось. Ну и второе, потому что вы написали у себя в Инстаграм, что боятся того, что было во времена после смерти Сахарова, когда 700 тысяч людей вышли провожать Игорь Дмитриевич. Но, а русский народ, россияне, выйдут сейчас? Вот тело отдали. Пожалуйста, получите. А они в состоянии выйти? Вот украинцы в состоянии были бы. Ну или да, или нет. Простите меня, были времена, когда русские выходили, а украинцы нет. Я ненавижу эти разговоры про ренацию рабов. Ну что это за разговоры? Это расизм в чистом виде. Как это? А в 80-х годах миллионные демонстрации в Москве же были, а не в Киеве. Но 80-е. Я ездил их снимать в Москву, извините. Но 80-е, а сейчас? Ну не важно, это же россияне были. Значит, не народ, но все обстоятельства, социально-политические обстоятельства. Простите, 100 тысяч человек подписали петицию с требованием выдать тело. Это же с паспортными данными. Вы понимаете, что к ним завтра придут? И вставят в задницу палку в чистом виде. И они преувеличивают. Или бутылку. Изнасилуют, если девочка. Всем этим самым участком полицейским. Вы понимаете, что там делают? Вы рассказали потрясающую душу леденящую историю про то, как девочка из Америки поехала проведать маму. А я знаю эту девочку. Вот у меня жена знает девочку. Конечно, она же не верила, что не надо ехать. А у нее там бабушка с дедушкой, которой она боялась там вывезти нельзя. И как? Не поехать, не встретиться. Ее уговаривали все. Не надо, подожди. Ну, что ждать? Надо мама, папа. Мама, папа, там, понятных взглядов, судя по всему, с ней, от нее далеки. Вот поехала. Что там было и как? Ну, на границе приняли, там, 13 часов держали, все просмотрели, телефоны пробили, а через некоторое время дело начали. Я говорю к тому, возвращаясь к вашему вопросу, 100 тысяч человек подписали петицию, которые поставили свои паспортные данные. Представьте себе похороны. Выйдут? Почему нет? Она, эти самые, в очереди за Надеждина. Я не говорю про Надеждина, он долгие годы там сидел участником шоу Соловьева, там выступал, играл роль мальчика для битья с либеральной стороны. Ну, неважно. Сейчас же даже если, назовите, я как писал, назовите его там, не знаю, как хотите, там, Пикачу. Они стояли же не потому, что это Надеждина, а потому, что это альтернатива. И они стояли, чтобы сдать свои паспортные данные. А после этого какой-то там генерал очередной в парламенте требовал, называя их внутреннюю, против этих людей предпринимали действия непосредственно. Они же-то знали, что так будет. Значит, есть люди в количестве сотен тысяч, которые даже на это идут. А сколько людей, извините, как бы на это не идет, но разделяет эти же чувства. Думаете, Путин попытается этих людей жесточайшим образом или разогнать, или каким-то образом, не знаю, уничтожить? Что с ними сделать? Мне кажется, очень важно, вот вы, когда читаете книгу Саши Баунова, с которым я хорошо знаком, надо читать ее полностью. Там говорится, что от тоталитарных обществ не требуют того, что требуется от демократических. Вы, с одной стороны, говорите, что Россия это тоталитарное государство, такое людоедское, управляемое диктатором, а с другой стороны, говорите, люди не выходят. Так люди выходят в демократических государствах, они не выходят в тоталитарных. Мы с вами, наши бабушки и дедушки, ваши дедушки и бабушки никогда никуда не выходили. Никогда. Поверьте, в Советском Союзе, в тот момент, когда Чехословакии уничтожали советские танки с украинскими и русскими солдатами, в том числе, между прочим, и в Венгрии подавляли, и вешали на столбах, простите меня, восстания. И в Афганистане миллион мирных афганцев осталось, а памятник в Киеве стоит воинам-афганцам. Не обращали внимания? Миллион мирных афганцев. Миллион мирных афганцев. Миллион. Евгений Алексеевич знает про это лучше меня, кстати сказать. Но я говорю о том, что, ну, как бы, да, они живут в социально-политических обстоятельствах диктатуры. Сегодня страшно, больно. Попробуйте себе это представить. Вот вопрос. Все-таки я, конечно же, помню, как это было. Но я не помню, чтобы кто-то говорил своим мальчикам, да, которые отправлялись воевать в Афганистан, ты там лучше воюй, ты там этих афганцев больше убивай. А вот вы видели, или читали, может быть, про документальный фильм «Перехваты», да, вот «Интерцептед» он называется, украинской кинофильмы Оксаны Карпович, да, я не читал фильмы, но я читал изложение отдельных сцен, у меня просто кровь заледенела, как вот поражает, что дети говорят, мама, разговоры между, перехваченные разговоры между российскими солдатами, их родителями или их женами, ребенок говорит, мама, здесь нет никаких нациков, тебе все врут, а она говорит, не говори такой ерунды, нацик и есть, давай, воюй, убивай, убивай их больше, да, а если компьютер подойдется, принеси еще с собой компьютер, у нас твоя сестрица вон собирается в школу поступать. Евгений, Жень, а сколько мы слышали разговоров с мамами и папами людей в Афганистане? Мы хоть один слышали? Мы же никогда этого не, у нас же не было никаких сетей, мы же этих людей не знали, а может они говорили то же самое, я сейчас не буду повторять, что они могли говорить о людях, выглядящих иначе, мусульманах и смуклых, представляете себе эту речь, что они говорили оттуда, мы там пришли и так далее, а я вот, мы делали, когда девятую роту встречались с афганцами, ну поверьте мне, они говорили и говорили то же самое, это, ну всегда есть консервативная мерзкая часть общества, даже не консервативная, это слишком звучит, как бы, часть политического спектра, ну конечно, шаминистическая, конечно есть, она есть и огромная, а кто говорит, ее надо побеждать, с ней надо бороться, ее надо загонять в стойло, конечно, ну как бы, а как же, весь вопрос, какое оно место занимает в Украине, в каждом обществе, в украинском обществе национал-патриоты, такие жуткие, радикальные, вот те, которые, ну условно говоря, стоит бояться, они не присутствовали в парламенте или присутствовали в количестве там одного-двух человек, в этом же разница, но они в обществе-то были, это правда, это правда, они были, а в России на сегодняшний день они получили право голоса, и они торжествуют, но это не означает, что они и есть Россия, я об этом говорю, просто, ну как бы, на мой взгляд, знаете, каждый раз я сталкиваюсь с одним и тем же, есть возможность организовать, этот вопрос, главный, главный, о сути войны, про что война, если это война русских с украинцами, то это война локальная, национальная, такая как бы империалистическая, понятное дело, национал-освободительная, но это, среди прочего, еще и война тоталитарного мышления, мира архаики с миром свободы, Украина не идеальное государство, мягко говоря, далекое от совершенства, но Украина пытается стать другой, Украина как бы пытается модернизироваться, стать совершенно иным, но не случайно она вот мечтает все время подчас наивно о статусе европейского государства, цивилизованного, нового там и так далее, и так далее. Понятно, это столкновение двух миров, так вот, если это так, двух миров, то есть союзники Украины и в России, и по всему миру, и этих союзников надо собирать и привлекать, поддерживать и укреплять, а не антагонизировать. Это то же самое, как санкции, которые не добились ничего в России, загнали в Россию обратно всех людей с огромными деньгами, не дали возможности оттуда бежать людям с мозгами и таким образом укрепили Россию. Зачем?